Друзья, всем привет! Вы на канале Читоки, меня зовут Елена и сегодня я буду вам рассказывать об ароматах торговой марки Avon. Друзья, всем привет! Что покажу в принципе свои любимые, сделаю такой небольшой топ из ароматов Avon, которые я считаю самыми удачными и которые я считаю наименее похожими, узнаваемыми каталозными ароматами, а именно такими самобытными, самыми интересными, самыми такими завлекательными и ароматами, о которых никто из ваших друзей, знакомых, родственников не скажет, что они пахнут дешево и узнаваемо. И сегодня я подготовила десятку, десятку, по моему мнению, лучших ароматов этой торговой марки, о которых я вам сейчас, собственно, и расскажу. И первый аромат, который я вам покажу, он известен уже многим моим подписчикам, которые уже меня давно смотрят. И кто смотрит мою фрагрантику, заглядывая туда, наверняка видели, что этот аромат у меня стоит, как мое парфюмерное я. Да, вы вот не ослышались. Это аромат Far Away, Far Away от торговой марки Avon. И что я хочу сказать. Это аромат моего детства, аромат моей юности, аромат моих первых студенческих лет, школьных лет и так далее. Вот этот флакончик конкретно очень старый. Это очень такие древние выпуски, я думаю, одни из первых. По крайней мере, когда я пробивала по бачкоду, мне показывало там 2000-е, начало 2000-е, по-моему, годы. Достался он мне совершенно случайно. Я его купила на таких развалах, барахолках, что ли, в своем городе. И он именно европейского производства, то есть не тот, который производится для Украины, России и так далее. Именно европейского производства. В свое время, в школьных, поздних школьных лет начала студенчества, я вылила на себя, даже не знаю, наверное, флакона 3-4 точно. Мне его постоянно дарила и обновляла бабушка, потому что она была представителем торговой марки Avon. И она постоянно любила его покупать для меня, потому что, ну, она знала мое увлечение. В принципе, знала то, что именно конкретно этот аромат мне нравится. И очень долгое время это был аромат «Визитная карточка». То есть меня по нему узнавали как в школе, потом и в студенчестве, в университете. То есть действительно многие подруги говорили, что можно по шлейфу узнать, где я была, откуда только что ушла, когда приходила. Он въедался, въедается жутко во все, что только можно. Одежда, волосы пахнут просто бесконечно. Допустим, у меня волосы никогда не переставали им пахнуть, потому что я мыла голову и тут же обновляла и наносила на себя аромат. Одежда – это вообще отдельная тема. Шкаф я открывала и чувствовала только этот запах. Подушки, постельная, ничего не отстирывалось, просто все было пропитано запахом «Фарэвэй». Запах, естественно, на любителя. Я сегодня не буду зачитывать вам пирамиды, я просто в описании все ароматы обозначу, о которых сегодня говорила. И вы, если захотите, поищите, потому что моя цель сегодня не столько рассказать, в принципе, об ароматах, да, а именно показать вам те, которые я считаю своими любимыми и самыми достойными, ну, по крайней мере, по моему личному мнению. Поэтому, что хочу сказать, не могу, в принципе, разделить его на какие-то составляющие ноты, потому что для меня это такой целостный, скомпонованный, восточный аромат, который вот неделимо как-то идет. Невозможно разбить, сказать, что здесь, как, можно узнать только направление, да, это восточно-цветочный, безусловно, аромат. Я здесь чувствую и кокос, и иланг, и вообще все-все-все намешано всего. Знаете, очень неоднозначно об этом аромате говорить можно, потому что, с одной стороны, он классный, и он не подходит под определение, да, такая эйванская дешевая база, то есть, ну, я ее здесь, по крайней мере, не чувствую. Но, тем не менее, аромат стал настолько узнаваемым, такой визитной карточкой бренда, что, в принципе, я думаю, каждый второй знает уже, что этот аромат как бы собой представляет, и если его на улице все-таки обоняют, то знают, что это все-таки Эйван и Фар-Авэй. Поэтому вот это мой любимчик. И второе место я сразу хочу отдать его очень близкому собрату, а именно фланкеру, который называется Фар-Авэй Голд. И, конечно же, наверное, не секрет для всех будет, почему он стал моим любимым фланкером, потому что этот фланкер самый приближенный к оригиналу. Остальные все в них абсолютно я не чувствую никаких отголосков, абсолютно никаких остатков этого самого Фар-Авэя. А именно вот этот Голд был выпущен, по-моему, к 20-летию основного аромата бренда, который я показывала до этого. Он очень похож. Но я бы даже сказала, это такой переформулированный, не знаю, с ребрендингом аромат тот же, абсолютно тот же. Он немножко мягче, знаете, его сделали круглее, его сделали носибельнее для масс, его сделали более, по мне, так цветочным, нежели восточным. Да, он уходит в восток меньше, он именно такой нежный, цветочный аромат. Здесь мне почему-то чудится больше жасмина, но направление, безусловно, одно и то же. И, в принципе, если вы не вдаетесь в какие-то тонкости, то аромат вполне можно перепутать с обычным оригинальным Фар-Авэем. Мне кажется, они очень-очень-очень близки. Но нравится он мне не меньше. Люблю оба и ношу как абсолютно отдельные ароматы. То есть, как бы, то для меня, это уже такое память студенчества, это абсолютно красивый новый аромат. И дальше, что я вам покажу, аромат, который стал для меня фаворитом абсолютно недавно и абсолютно неожиданно для меня самой, это вот такой Premier Luxe Oud, именно версии Oud. Я знаю, что есть из самой серии самый первый аромат, это просто Premier Luxe, есть еще Premier Luxe Blush, но меня заделось всей серией только вот этот Premier Luxe Oud. Я знаю, что его многие ругают и видела и на фрагрантике, и вообще, в принципе, многие распространители, консультанты говорили мне, что он самый неходовой, он чаще всего лежит очень долго, его никто не хочет брать. И, как бы, это не мудрено, потому что здесь все-таки у нас присутствует Oud, такой нехарактерный для европейского, хотя уже сейчас и характерный, я думаю. Вот, но, по большому счету, нехарактерный для европейского парфюма компонент, но, опять же, здесь он сделан, введен, скажем так, очень сглаженно, очень так намеком тихо, классно приспособлено под всеобщее такое восприятие. То есть, это можно сравнить, я не говорю о том, что ароматы похожи, но это можно сравнить вот с Евроше, которая Rose Oud, то есть, там такой Oud, да, приспособленный для нашего такого европейского даже, ну, обыкновенного нюхателя, слушателя, не знаю, обыкновенного человека, который вас мутит, скорее всего, наличие именно такого жесткого, либо мужского, либо арабского Oud. А здесь, как и в аромате Rose Oud, все очень мягко, сглажено, это хороший восток, это прям для меня, это на самом деле цветы в меду и немножко приправленные удом. Вот именно вот эта удовая составляющая, она дает вот это красивое звучание, не банально цветочное какое-то медовое, которых сейчас очень много, не обычную какую-то ванильную сладость, а именно красивую, такую, как говорится, перчинку, красивое звучание, необычное, необычное, которое вы не услышите каждый день. На самом-самом начале весны, когда она у нас еще была холодная, я его носила прям запойно, поэтому обожаю его и советую всем любителям таких более неординарных ароматов его обязательно к затесту. И на четвертом месте у меня аромат, который, опять же, приглянулся мне достаточно недавно, это перевыпуск, и это имари версии эликсир. Вот, прошу обратить внимание, да, именно вот версия эликсир. Так как классические мари все-таки мне нравятся, но не настолько, как, не столько сильно, как этот, здесь у нас, знаете, такое вот, тоже одно из самых необычных сочетаний, абсолютно не банальное и не заношенное, я считаю, не какое-то попсовое, это ежевика и ладан. Аромат очень сильно дымит, он на самом деле стартует такой яркой, красивой, я даже, наверное, нанесу на себя, яркой, красивой, сочной ежевикой, но потом это фруктовая такая, казалось бы, наивная сладость, она быстро слетает, и в базе остается серьезный такой дым, ладан, древесные аспекты. То есть это круто, это на самом деле, это настолько круто, я даже не могу описать, насколько это круто. Это просто-напросто необходимо к затесту. Это аромат, то для меня один из самых интересных и один из самых нехарактерных для данной торговой марки. Вот эта именно ладанность, дымность, она не дает покоя, потому что если бы ее не было, это был бы самый обыкновенный компотистый ванильный аромат, обыкновенная сладость, ничего необычного. Но вот эта именно дымность, она не дает ему остаться практически безликим этим компотом, а дает вот эту изюминку. Но определенно не каждый сможет носить этот аромат на себе, потому что все-таки эта дымность, она немножко не то чтобы мешает, а дает о себе знать. То есть я ее чувствую практически постоянно. Вот эта база дымно-ладанная, она преследует на каждом шагу, и поэтому так просто вы от нее не уйдете. Фэнтези это для тех, кто готов ощущать такое на себе в течение всего дня. И сразу, чтобы далеко не ходить, его собрат на следующем месте у нас идет, это и Мари Фэнтези. На самом деле ароматы абсолютно для меня не похожи, нанесу его на вторую руку. Они как будто бы вообще из разных коллекций, я просто не сказала, что, никогда бы не сказала, что они вообще братья, братья по названию, братья по концерну, да. Это такой для меня тропическо-фруктовый коктейль, но, опять же, не скатывающийся в обычные тропические, такие, как принято уже сравнивать, эскадовские лимитки, да, это не компот. Что-то не дает ему все-таки уйти. Я подозреваю, что здесь присутствует либо некая мускусность, либо хорошая очень древесина, потому что база не звучит дешево, она раскрывается очень красиво. Ну, я не знаю, я не знаю, что здесь еще сказать. Честно скажу, в каких-то аспектах, в каком-то моменте, он мне чуть-чуть напоминает Melody от Faberlic. Вот тот аромат, в котором присутствует нота банана. Ну, буквально, может быть, процентов на 5 он мне дает какую-то схожесть. Но аромат очень интересный, я хочу его пользовать летом, я хочу попробовать это сделать, и я думаю, что он раскроется просто великолепно и шикарно. И дальше, следующий аромат, который стал для меня тоже открытием последнего времени, это вот такой Mesmerize, Mesmerize именно Red, потому что черный Mesmerize мне нравится, но не так сильно, то есть он в этот топ не попал. Пришел мне аромат вот с таким вот, видите, изъяном, с такой вдавленной крышечкой, и, в принципе, крышка очень плохо фиксируется. И, честно сказать, ну, от флакона я ожидала большего, почему-то на картинках он настолько эпично просто выглядит. Красивый такой, не просвечивающийся, такой ярко-красный прям. Конечно, в жизни он выглядит немного подешевле, по, скажем так, не так вычурно, не так дорого, не так аккуратно и так далее, и так далее, и так далее, но аромат это не меняет ни в коем, никоим образом. Аромат остается очень крутым. Стартует резко и бескомпромиссно фруктами и ягодами для меня он стартует, и сразу с жуткой мускусной волной. То есть это аромат такой, сбивающий с ног с первых нот. Но я его поставила в этот топ с одной оговорочкой. База у него меня немножко смущает. То есть все-таки он имеет свойство чуть-чуть уходить вот в эту приторную, такую попсовую банальную сладость, которой сейчас очень много и практически во всех таких каталожных ароматах она тоже присутствует. Но за вот этот старт и за вот этот час, наверное, который аромат звучит вот так, как мне нравится, этой вот яркой ягодностью и вот этой даже пусть мускусом немножко, я готова его все равно здесь оставить, потому что его обновлять приходится, конечно, я бы не сказала, что он убой настойкий, но крутой безусловно. И, опять же, аромат, о котором рассказывала буквально в прошлом обзоре, я не буду повторяться, кому интересно, переходите, смотрите. Это Tomorrow от Avon, опять же, я считаю его в данной линейке лучшим, по крайней мере, одним из самых лучших в линейке Today, Tomorrow, Always. И, в принципе, он, естественно, попадает вот в этот топ, потому что я его люблю, обожаю и буду носить с удовольствием. Повторюсь еще раз, это такая для меня необыкновенная цветочная сладость, аромат скорее на весну, наверное, начало весны, я его вот сейчас, буквально неделю-две назад, очень активно носила. И сюда же попадает, конечно же, Абсолют, 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 в общем, Абсолют, Today, Tomorrow, Always, Абсолют. Как я уже говорила, ядреный аромат, который просто сбивает с ног первыми же своими волнами, такими, потому что он действительно очень резкий, очень яркий. Это аромат, о котором скажут прям убойный, ядреный, крышесносящий. Он классный. Его стоит попробовать определенно тем людям, которые не боятся переборщить, не боятся быть непонятыми, потому что его, мне кажется, нужно наносить действительно какими-то микропшиками, но я не обращаю на это внимания, я его ношу абсолютно так же, как и все остальные ароматы, делаю столько пшиков, сколько и остальных, и ни разу мне не делали замечания, ни в общественном месте, ни дома, о том, что от меня уж слишком ярко чем-то пахнет, поэтому, не знаю, возможно, восприятие у меня немного другое, а может быть люди ходят и вешаются, я не знаю, ну, как бы, как-то так. Я его хочу от себя слышать в первую очередь, а чтобы от себя его слышать, мне необходимо сделать то количество пшиков, которое я их делаю. Вот, и осталось у меня два аромата, которые я хотела вам показать. Наверное, многие сейчас посмеются, но предпоследний это будет вот такой аромат Unique Rose, который абсолютно выглядит как аромат такой молодежной линейки. Здесь еще такое нелепое прицеплено кольцо, я думаю, что его можно снять, оно действительно расширяющееся кольцо на пальчик, наверное, детский. Флакон выглядит по-детски, просто как вот самая банальная тинейджерская такая водица, но я никогда в жизни не думала, что он мне настолько сильно понравится. Если я не ошибаюсь, в аромате присутствуют только три ноты. Грифрут 100% это старт, естественно, роза, и вот не помню, в базе, по-моему, ваниль. И это вообще очень круто! Это настолько красивая, сладкая, засахаренная карамельная роза с таким ярким и красивым цитрусовым стартом, что я вам просто не могу это передать. Если бы я могла вам дать это понюхать, я бы была рада, потому что, мне кажется, этот аромат недооценен немножко. Он стоил катастрофически дешево, что, конечно же, для нас для всех хорошо, но он бы мог вполне быть в любом другом флаконе, даже вот в таком, не знаю, и стоить мог тысячу в том же каталоге, и никто бы не сказал, что это звучит дешевле. Я уверена в этом, потому что он крутой, он сладкий, он розовый, но не та роза, которую мы привыкли слышать, такую, знаете, там, не маслянисто-жирное, не розовое масло, а именно такая красивая карамельная розовое варенье и вот этот цитрусовый старт дают просто офигенное сочетание. Один минус не совсем стойкий, хотя очень яркий, первые минуты просто некуда от него деваться, кажется, что это очень ярко. Я его пыталась поносить, поразнашивать дома первое время, и на моей футболке он вернется, ну, порядка, наверное, часов, часа два, может быть, с натяжкой три, вот как-то так, я думаю, в принципе, не больше. И последний аромат, о котором я хотела вам сегодня рассказать, это вот такой вот аромат Альфа. У меня он в лимитированном флакончике, 30 мл оригинального большого флакона у меня нет, и это действительно аромат, который заслуживает своего названия, это Альфа. Это аромат Альфа-самки, просто-напросто. То есть он пахнет в базе абсолютно мужским одеколоном, да, это так, на самом деле, на мне это абсолютно так. Я здесь слышу очень-очень большое количество мускуса, но достаточно приятного. Фрукты и цветы, его бы можно было сравнить и даже перепутать за многими арабскими ароматами, потому что он похож, на самом деле похож на многих арабов. Вот я рассказывала об аромате Сера Армалика, который такой фруктово-мускусный, вот в одном ключе с ним, то есть если вы не боитесь таких вот именно вызывающих и дерзких, и немножко действительно брутально мужицких ароматов, потому что он, правда, оправдывает свое название. Это Альфа, безусловно. Это ярко, это прям вот на грани, на грани между мужским парфюмом и женским. Но, тем не менее, не меньше от этого он мне нравится. Я его с удовольствием ношу и очень хорошо переношу при этом, хотя мускуса здесь, на самом деле, очень много. Вот на этом, пожалуй, я завершу сегодняшнее видео. Такой небольшой топ-10, по моему мнению, лучших ароматов торговой марки Эйвен. Я очень попрошу вас писать мне в комментариях, какие ароматы вы считаете хорошими у этой торговой марки. И, может быть, вы мне что-то посоветуете. Я обязательно это попробую где-нибудь потестить. И, может быть, вы пополните мой список вот этих фаворитов. А на сегодня все. Всем спасибо. Подписывайтесь. И всем вам приятных парфюмерных покупок. Пока-пока.